приветствую всех заглянувших долго думала на каком фоне снимать это видео решила вот на этом фоне и прям снимаю аля натюрель то есть ничего не убирая видите у меня тут и нитки все что хочешь в общем в этом видео я кратенько отвечу на вопрос почему я не показываю свою библиотеку не то чтобы я жадная не то чтобы я не знаю как себя еще обозвать в общем мне не хочется во первых мне пока лень снимать то есть мне надо настроиться и да мы могут пройти месяцы пока я не настроюсь на то чтобы заснять и даже мельком вот меня последний раз попросили хотя бы мельком пробежаться даже мельком я не смогу пробежаться потому что для меня это тоже стоит огромных энергетических затрат мне нужно вдохновиться мне нужно подготовиться все равно это все занимает время и самое первое не должно быть настроение да я человек настроение делаю я все по настроению поэтому возможно у меня какие-то даже иногда видео я буквально себя заставляю записывать хотя хотя я не хочу но я же ответственно за этот канал то есть вот вот это у меня ответственность она меня иногда угнетает иногда я конечно же немножечко забиваю на съемку и отпуская ситуацию можно и так сказать ну вот самая первая причина это все-таки отсутствие вдохновения потому что книг у меня не 50 не 100 не 200 у меня их очень много и даже вот быстренько пробежаться это не получится во вторых у меня очень много вот таких вот зияющих мест зияющих пустот то есть я уже говорила что моя библиотека она находится состоянии реконструкции состоянии в той фазе когда я все переставляю а переставлять я могу очень долго в прямом смысле вот такой вот я неторопливый человек когда последний раз я несколько назад это делала у меня на это ушло год ушел год до мне опять нужно настроение мне надо этим заниматься потому что если начинаешь нет конца и края то есть вот видите что у меня творится вот это вот все даже в старинные открытки все вот так вот у меня лежит все вот так вот у меня живет и вот такой вот я можно сказать чем-то безответственный человек но это же мое это же никто не видит это я просто сейчас решила показать чтобы в будущем наверное избежать какие-либо дальнейшие вопросы и расспросы вот такие зияющие места то есть их в принципе полно вот этих вот свободных мест есть у меня вот такой вот побочный стеллаж их у меня два это я сейчас в кладовке нахожусь здесь видите тоже очень много наложено книг потому что у меня есть полностью пустые шкафы где вот я думаю что и так разместить видите у меня тут все вперемешку и детская и не детская в пакетиках это лежат то что я недавно себе антифарные книги покупал и эти книги я не показываю в покупках вот поэтому у меня очень много всего дальше пошел то есть тут их в два ряда я храню и все это надо перебирать перекладывать пока у меня для этого нет настроения как говорится гулять так гулять еще у меня есть несколько коробок вот таких вот тоже сложены книги но это я для них заказала шкаф то есть должен приехать шкаф и я уже буду раскладывать ну как понимаете у меня действительно масштаб поражает воображение так что я не то что какая-то там вредная или не хочу снимать да можно сказать что нет у меня пока такого желания показывать я же все таки показываю свои покупки этим делюсь прочитанным то есть и этого для меня то чересчур не чересчур но по крайней мере достаточно и когда я созрею чтобы выйти из определенной зоны комфорта чтобы там заснять вот частично свою библиотеку показать ну тогда я и покажу поэтому такие вот просьбы пока они останутся без удовлетворения прошу прощения если кому-то это видео покажется странным и кто-то не поймет что что здесь такого возьми с ними какое настроение ребята друзья прекрасные незнакомцы все мы разные нас на планете земля мама восемь давить миллиардов и каждый человек это целая вселенная кому-то легко взять и заснять а кому-то не так легко кому-то именно вот надо собираться еще раз повторю надо вдохновиться нужно иметь определенное настроение у меня этого настроения нет плюс я говорю у меня идет перед турбовка моей библиотеки то есть перестановка огромнейшая я показала несколько мест что и как у меня специально чтобы вы все это хоть немного увидели и поняли меня хоть немного не знаю что я говорила надеюсь хоть немного я хоть чуть-чуть я объяснила свою позицию также надеюсь что не будет никаких обид никаких недопониманий но если они будут но еще раз прошу прощения о том что не оправдала ваши ожидания собственно это все что я хотела сказать формате этого видео несмотря ни на что желаю вам всего хорошего здоровья вам и вашим близким пусть прекрасные книги о существовании которых вы не подозреваете находят вас это все друзья до новых встреч